Друзья, всем доброе утро! Настал момент нам покидать город Марморис. Мы вчера здесь так погуляли чуть-чуть, переночевали, в общем, провели неплохо время и решили поехать дальше. Здесь очень много отелей, как я уже вам вчера говорил, закрытые. На зиму закрытый, вот, допустим, вот этот вот отель, скорее всего, точно закрыт. Прям видно сразу. Мы сейчас едем на запад, в сторону, здесь есть городочек вот такой вот Ичмилер. Это город-спутник Мармориса. И потом дальше мы поедем, там есть полуостров. Короче, полуостров какой-то греческий, древний, очень такой вот, значит, он живописный. И вообще все его рекомендуют нам посетить, потому что мы любим природу, и мы любим такие бухты красивые, заливы. И я ищу места для самостоятельного отдыха, потому что я буду здесь путешествовать на машине. И мне именно интересны вот такие места, где бы я мог остановиться и сам самостоятельно провести отдых себе организовать. Если я не ошибаюсь, а я не ошибаюсь, вот здесь Марморис уже где-то заканчивается. Здесь так все рядом находится, и нам вот сейчас как раз вот будем проезжать мимо отеля Орка, Латус Бич. И нам как раз зачитают про вот этот вот полуостров, на котором находится город или поселок Дача. Город. Это город, да, Дача? Да, Дача. Город в Турции, в провинции Мукла. Район расположен на полуострове Решадье. В античной географии Книдский полуостров. Там был античный город Книд. И полуостров вытягивается почти на 100 километров. И вот, если прямо смотреть, это будет город Ичмелер. Но мы, естественно, в нем... Мы, конечно же, в нем останавливаться не будем. Хотя там такие пляжи красивые. Прямо отсюда видно, и видно, что городочек такой уютный. Находится тоже в отношении гор. Я думаю, что, в принципе, можно на него обратить внимание. Вот, нам нужно ехать 1 час. Но мы, я думаю, будем ехать где-то 2 часа. 73 километра вот эти. И мы будем вот как раз вот проезжать по вот этому узенькому острову. Я думаю, там очень много будет всяких разных интересных живописных мест. Продолжаем мы, значит, движение в сторону этого полуострова, в сторону городочка Дача. И посмотрите, какие здесь красивые бухты. Туда никак не спуститься. Здесь вот такие вот скалы. Ну, спуститься можно, конечно, но очень тяжело. Для этого нужно обладать определенными навыками. А вот, допустим, прийти и покупаться здесь на корабле вообще спокойно можно. То есть, это такой дикий пляж необитаемый. И находится вроде бы вот рядом с дорогой, прям совсем. Но никак не попасть. Короче, друзья, это 100% дикие ослы. Потому что, естественно, здесь ослов никто не ест и никто не выращивает. Это дикие животные. Они меня боятся, а я им дам хлеб, например. Они не могут понять, что это. Но им это понравится стопудово. Я их хочу приручить. Не знаю, выйдет это у меня или нет. Здесь на них никто не пашет, никто не работает. Это 100% дикие животные. А сейчас приготовьтесь, ослы, будет фокус-фокус. Мы уже заехали на полуостров на этот. Прямо дорога вот эта вот извилистая, ди-четырестая ведет к городу Дача. Дорога очень хорошая, очень широкая. Дорога новая, сразу видно. И ехать вообще одно удовольствие. Много вот таких вот площадок, на которых можно остановиться. Здесь, кстати, можно переночевать, если вы едете на чем-то, на каком-то автодоме или еще на чем-то таком. И вот с такими вот видами. С правой и с левой стороны это будет море здесь. Полуостров этот такой прям масштабный, конечно. Здесь такие большие площади, такие большие промежутки. И по сути на нем ничего нет. Вот мы едем километров 30-40 уже, ну просто дорога и никакой инфраструктуры. Дорога Д-400. И что самое интересное, что эта дорога Д-400, она там закончится. Вот она начинается здесь, возле этой дачи. И идет туда до Ирана, до Ирака, на восток почти до самого конца. Даже несмотря на то, что это серпансин, горная такая дорога, она достаточно широкая. Здесь могут 4 машины смело поместиться. Но в некоторых местах, да, запрещен обгон и встречаются резкие повороты, но проехать можно быстро. Очень много машин. Люди приезжают на микроавтобусах, в том числе с российскими номерами здесь отдыхать. Вот природа здесь, конечно, очень красивая. Но это место, вот этот город Дачи, оно тупиковое место. И поэтому, если вы сюда приедете, вам придется либо возвращаться, значит, назад по этой же дороге, либо на пароме за 2 часа можно перекинуться, переплыть в Бодру. Что мы, собственно, и хотим сделать, потому что я не хочу проезжать по тем же самым дорогам, делать тот же самый крюк такой большой, то есть там примерно где-то 150 километров получится по тем же самым дорогам. И я думаю, так будет гораздо интереснее, если мы сейчас на лодочке прокатимся и сразу окажемся в Бодру. Еще у них здесь вот по всей Турции есть вот такие вот источники с водой. Я не знаю, это вода либо со скважин откуда-то идет, либо еще откуда-то. Вот они найдут по шланчику по такому. Но эта вода 100% питьевая и для чая, для кофе это вообще идеальный вариант. Вот такая, значит, у них здесь природа, такой ландшафт. Сосновые леса, ну попадаются еще другие деревья. Ну, в основном это все вот сосны всякие, ели, пихты, все такое. Еще что вам хочу сказать. Я очень много делаю остановок. И я никогда машину гибрид не глушу. Она у меня всегда запущена, вот написано Риди. Я включаю передачу и все, и еду. То есть в этом плане мне тоже очень удобно пользоваться гибридом, потому что я очень много делаю остановок. И не надо постоянно ее глушить, запускать, глушить, запускать. Она сама решает, когда она будет запускаться, когда она будет заряжаться. Все сама рассчитывает. Я уже второй раз встречаю вот этот знак, внимание, свинья. Здесь, в этой части Турции, в Мармарисе, тоже один видел прямо в центре города. И здесь тоже, по всей видимости, есть дикие кабаны. Друзья, здесь очень сильный ветер, прям невероятный. И даже слышно, как вот эти вот вращаются генераторы. И ветер от них, во-первых, они быстро очень крутятся. Во-вторых, слышно прям, как ветер об них задевает. В завихрении такое. А здесь написано, что охота запрещена. Не знаю, на кого на ослом здесь или на кого охотятся. Не знаю, почему, но меня всегда завораживают вот эти вот витринные генераторы. Наверное, потому что они генерируют очень много электричества. И, ну, вот эти вот места, они по-своему прекрасны тем, что люди делают энергию только за счет ветра. Люди научились делать электричество, получать энергию без вреда для экологии. Ну, по крайней мере, они не дымят там, не знаю, не коптят. Ничего такого нет. А там, собственно, вот как раз-таки уже и этот город Дача. Здесь очень хорошо видно вот с этой стороны моря, с той стороны моря. И там за горами этот полуостров заканчивается. Вот они очень гигантские, очень большие. На самом деле, они даже не самые большие, которые могут быть. И вот они здесь прям совсем рядом. Друзья, вот так вот у них выглядит основная часть города. Тоже все здесь на сопках. Все, как всегда, вот так вот спуск вниз. Здесь все дома в белом стиле. И что самое интересное, что то, что здесь телефон периодически ловит греческие вышки связи. Турецкие пропадают, греческие ловят. Греция совсем уже прям здесь рядом, все близко. И раньше можно было отсюда даже на греческие острова без визы попасть на кораблях. Да, городочек такой симпатичненький. Он немного такой тесно уютный, но здесь как-то все широко. Вот такие цены здесь, значит. И вроде бы он тесный такой, но места всем хватает. И нету большого скопления людей. Я не знаю, что здесь будет летом, но зимой город вот так вот примерно выглядит. Цвет моря очень красивый. Они здесь на этих мопедах так интересно ездят. Ну да, для таких городов очень хорошо подходит мопед, если здесь жить. А если вот так вот постоянно путешествовать, как мы, то лучше всего, чтобы это, конечно, была машина. Потому что у нас и вещи, и намного комфортнее путешествовать на машине, чем на чем-то другом. А вообще так люди и пешком путешествуют, на велосипедах путешествуют, кто на что горастет. На автодомах, на автобусах очень популярно тоже путешествие. Да, как всегда, собака выбирает самую центральную часть, и вот прям на дороге лежит спид. Ну, гавань у них такая маленькая. Мы чуть позже сюда вернемся. К примеру, вот, допустим, вот этот человек, он путешествует на мотоцикле, пожалуйста. И не один с пассажиром еще плюс ко всему. Там у него все в этих сумочках лежит, вся, все вещи. Все классно, но ветер дует. А я вижу, человек там купается, между прочим. Вот. Пожалуйста, человек пошел купаться. На самом деле, многие люди купаются зимой, и это вообще не редкость. Кто-то вот так вот в теплой одежде зимней. Сейчас, сейчас я тебя прям еще немного носил. Друзья, мы сейчас приехали посмотреть здесь один из двух отелей. Мы либо здесь остановимся, вот отель Game Creo. Там даже есть спа, по-моему, и бассейн. И что самое интересное, это здесь вот такой вот вид на вот эти вот бухты, лагуны с такими переливающимися цветами. Очень красиво. И марину отсюда видно. Если прямо посмотреть туда, вот только что мы там с вами катались, вот где эти ветряные мельницы. Вообще здесь все рядом. Прям реально как на даче, как будто на дачу приехали. Вода очень красивая. Друзья, в общем, мы решили здесь остановиться. Отель новый. Я не знаю, здесь, по-моему, 4 звезды, но на первый взгляд он как будто бы 5-звездочный отель. Очень крутой. Ну, не затасканный, не затертый еще. И очень хорошее у него расположение. Вот мне прям нравится. И здесь не так сильно ветер дует с этой стороны. Потому что здесь уже горы, и он как будто бы в бухте, в лагуне. Прям видно, что его вот буквально только-только построили. И здесь вот сейчас скрытый бассейн. Я посмотрю, подогревают они воду или нет. Короче говоря, с завтраком я заплатил 800 лир. Это очень хорошая цена для такого места. Потому что многие говорят, что здесь в даче заряжают цены. прохладная вода, но зато бассейн инфинити. Есть детский бассейн. Туалеты, бары. Короче, это все здесь есть. Официальная цена там больше 1000 лир отельная. Букинг чуть меньше, а года еще меньше. Вот уже второй раз я здесь бронирую. Через году цену года прям хорошую цену дает. Не знаю почему, как это связано. Я обычно всегда стараюсь сравнивать. Мы много отелей меняем, часто меняем отели и всегда по-разному. Иногда я могу прийти на ресепшн, дадут самую низкую цену. Иногда букинг дает низкую цену. Иногда года дает хорошую цену. Иногда просто можно в гугле найти этот отель, прямо на него нажать, поставить даты и поставить там количество человек. И гугл выпустит все-все-все вот эти сервисы по бронированию и в каком-то из них будет самая низкая цена. В общем, всегда надо сравнивать. Но место мне прям прям очень нравится. Я прям прям кайфую. Очень редко в Турции можно найти, чтобы вот прям вот такое место было тихое, с такими видами красивыми. Кайф. Сейчас зайдем внутрь, посмотрим. И потом мы пойдем на прогулку. А, еще здесь можно заказать по средам. Они делают, здесь есть винодельни и можно заказать тур бесплатный, то есть шаттлбасс в 3 часа увозит, в 5 часов возвращает. Друзья, посмотрите, вот дорога, здесь буквально 10 или там 20 ступенек, спуск вниз, и они здесь сделали специальный лифт. Но, видимо, это для инвалидов и у кого тяжелые эти, здесь два этажа всего лишь. Вот так вот он называется, этот отель. Кейп Крио. А, еще здесь можно на лужайку сходить, между прочим. Вот так вот. Вот так вот можно сходить и посмотрите, какая зеленая трава. Она реально вот такая вот. Зеленая, это не камера, ее так рисуют. И здесь есть вот такая вот лужайка. А здесь что есть? А здесь галерея с картинами. Вот захотели, вот допустим, вы картины посмотреть, пришли в галерею, смотрите картины. И, наверное, в отель можно попасть тоже отсюда, скорее всего. Да здесь вид из окна, как картина. Никаких картин не надо. Я всегда так радуюсь, когда удается найти вот такие вот какие-то отели заброшенные, в которых мало туристов, которые только-только построили и которые стоят, ну реально они немного стоят. Потому что это, ну на наши деньги, это примерно где-то 20 тысяч тенге, около 50 долларов, чуть меньше. И это как бы вообще ни о чем, потому что вы просто придете на завтрак, здесь просто один завтрак будет стоить этих денег. А плюс ко всему вы еще получаете роскошную комнату с таким видом. Они вот так выложили мозаикой стороны света. Да, действительно, там запад, юг там. И вот здесь вот изображен старый город, как это все выглядело. Ну во время греков скорее всего. Тупа, есть сауна, фитнес-центр, соленая комната. Вот он, винный тур по средам можно заказать. И вот инстаграм, кстати, этого отеля и вот этого, в общем, все. Ну реально, с отелем нам прям повезло, я прям чувствую это все сразу. Такие отели. Всегда так любопытно заходить в новые дома. Вот это поворот. Я вам должен, друзья, что реально этот отель даже круче, чем что бы то ни было. Даже круче, чем акро, хотя акро стоит намного больше. И я прям чувствую, как здесь приятно вообще все пахнет, во-первых. Во-вторых, как у них здесь комплиментари. вот это поворот. Бутылка вина бесплатно. Какая кровать. Здесь звук. Можно слушать вот через эти колоночки. Провода они, вот дизайнеры придумали через эти трубы. Ну реально, отель просто какой-то крутейший. Я вам его буду рекомендовать, друзья. Прям без всяких даже разговоров. за три копейки такой красивый отель с балконом, с видом на море. И вообще совсем вот оно, такой вот у нас вид на море, значит, здесь. С таким видом мы завтра проснемся. Очень круто. За ним следят. Ну в очень хорошем состоянии. Если вы хотите, чтобы а, оставить короче говоря, если вы не хотите, чтобы вам постельное белье меняли, то надо убрать или оставить. В общем, это связано с постельным бельем. Кто-то хочет воду экономить, чтобы не меняли. А вот есть, допустим, меню. К примеру, ресторан Киликс. Вот такое здесь. И цены вообще демократичные. Самое большое блюдо стоит, в общем самое много стоит это вот это блюдо это получается 20 долларов всего лишь. Салат, к примеру, стоит 7-8 долларов. Но это для ресторана это вообще нормально. Здесь еще вот такая зашторить штору можно. Она деревянная. Здесь что выдают? Шапочка, гигиеническая сумка, шампуни. Вот это будет очень все приятно пахнуть и вообще классно. Мыло тоже вот такое классненькое. Отель. О, унитаз вообще совсем в отдельной комнате. Все белое, а здесь душ. О, душ, можно душ принимать, смотрите как. Здесь зашторить штору можно, вот так. Я это такое видел в Сиде, такую тему, вот так вот в душ, смотреть на море и душ принимать. Очень круто. А вот эта штучка, это emergency, то есть если плохо стало в душе, можно дернуть и придут спасатели. Здесь все деревянное, нету запаха вот этого противного ДСП. И одеяло есть, вот еще какое-то покрывало. Короче говоря, все здесь, сельф конечно же есть. Вот такие вот цены здесь на мини-бар. А вот здесь смотрите, как они классно потолок сделали. Они просто взяли, его залили ровно, опалубку выставили ровно, красиво. И никак вообще не обделывали, ничего. Просто вот это залитый бетон, и все, больше здесь ничего нет. Вот вот эти вот стыки, это здесь в этих местах опалубка стыковалась. Вот друзья, вот так это делается. Заходите в гугл, нажимаете на отель, вот здесь цена 929. Потом выставите свои даты, и вот допустим агода сразу живите меньше цену. Официальная цена, отельная цена 1135. Вот завтрак вот так у них будет выглядеть. Одного завтрака достаточно трем человек, трем людям наестся. Друзья, здесь просто наверное рай какой-то для инстаграмщиков, потому что буквально на каждом шагу какие-то красивые такие бухты, заливы и красивые места, и все это как-то в одном месте все сконцентрировано. Все очень круто, но ветер. единственный минус это место это ветер. Если со стороны смотреть, вот так он примерно выглядит весь этот город. Очень маленький, уютный, такой компактный. Там внизу будут платные парковки, и места мало будет для парковок, поэтому мы сейчас где-то здесь место найдем, припаркуемся, пойдем погуляем возле гавани, возле марины, и будем возвращаться в сауну, греться. цены на публичную парковку 15 минут бесплатно до часа 10 лир и один день 100 лир в сутки стоит. 5-7 часов 34 лир стоит. Примерно во всех городах Турции примерно такие же цены. Вот центральная часть она у них вот так вот выглядит очень маленький город. Я думаю, за несколько часов его можно полностью весь город обойти. но видно, что здесь весьма состоятельные люди живут и все тоже так чистенько у них здесь культурно уровень жизни у жителей высокий и одеваются они здесь гораздо теплее из-за ветра, я думаю, потому что ветер сильный дует, хоть солнце светит, погода ясная, но сильный ветер и поэтому приходится одеваться. Вот так у них значит выглядит набережная здесь с детскими площадками с таким морем красивым спокойным туалет 5 лир стоит и здесь конечно же есть всякие разные отели кафе бары рестораны все что этому нужно и инвалидное кресло почему-то кстати вот эта вот штучка она специально сделана для людей которые не могут видеть и они с помощью нее переходят передвигаются вот здесь кто-то чай пил друзья я уже не знаю какой день подряд хочу для вас поредактировать видео и каждый день мы что-то новое интересное встречаем красивое и в общем не получается у меня не успеваю я вода прозрачная здесь глубина где-то примерно около двух метров и прям видно что на дне происходит все хорошо только ветер дует начинается вечерний намаз вот там мы где-то живем прямо короче мы сейчас поедем сегодня в спа отогреемся потом если будет желание может быть еще придем погуляем пришли в спа здесь у них есть фитнес буду такой спокойненький здесь свечки жгет запах очень приятный везде по всему отелю ну такой нормальненький спортзал не могу сказать что он прям гигантский но я думаю спортом хватит позаниматься здесь сауна как во всех саунах и здесь хамам мини хамам мальчик такой а вот здесь вот ребята массаж делают это массаж а здесь релаксировать после массажа друзья вот так вот выглядит у них здесь завтрак вообще это типичный завтрак в турции вот все кроме круассана получается примерно около 5 долларов стоит такой завтрак ну где-то вообще вместе в другом здесь он по-моему стоит 150 лир это около 8 долларов но тут все есть он полностью сбалансированный вот такой вот миленький ресторанчик там еще камин горит по ночам вот возле елки там есть камин они поджигают друзья что еще хотел сказать что вот этот вот купол он полностью сдвигается туда вот он как такая получается выдвижная штучка и здесь получается открытый летом такой бассейн инфиники бассейн вон а вон вон вы вон Продолжение следует...